Братья и сестры, приветствую вас, мир вам! От всего сердца радостно поздравляю вас с этим праздником, с торжественным входом Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим. Евангелие от Марка, 14, 11 глава. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифаге и Вифании, горе Ильионской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо пред вами, входя в него, тот час найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился, отвязав его, приведете. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тот час пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного в ворот на улице, и отвязали его. И некоторые стоявшие там говорили им, что делаете, зачем отвязываете осленка? Они отвечали им, как поверил Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. И Иисус сел на него. Многие же постелали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постелали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали, «Асанна, благословен грядущий во имя Господне!» Благословенно грядущая во имя Господа Царства, Отца нашего Давида, «Асанна Вышних!» Аминь. Господь наш Иисус Христос входил в город, в город Иерусалим, город царя, как царь. И вход его сопровождался царскими почестями. Люди кричали «Асанна», люди возлагали на него надежду. Сын Давидова, Давида, который должен быть спасителем, который избавит народ. И я так подумал, как люди встречают в мире сегодняшний праздник, этот день. Вербы на улицах, и весна наступает, в Паладаре у нас тепло. И обычно этот праздник воспринимается как ранний весенний праздник. И, может быть, у нас пальмовые листья не растут пальмы, и поэтому как бы заменили это вербами. Но давайте мы свой взгляд перенесем не с весны, не с красивых пальмовых ветвь, или ветвь вербочки, или не с той проблемой, в которой мы сейчас оказались, а на Господа нашего, Иисуса Христа. Те люди смотрели на Него, и они видели то, что они хотели видеть. Он не оправдал их на ожидание. Давайте мы посмотрим, или давайте мы решим все-таки, что мы хотим видеть от нашего Господа. И действительно ли Он царь для нас, тот царь славы, которого встречают радостно, с радостными криками, встречают не как исполнителя своих желаний, а как того, кто поведет, того, кто будет царствовать, того, кто достоин славы и поклонения. С праздником вас, дорогие братья и сестры! Субтитры создавал DimaTorzok